Что ожидает нашу планету в будущем? Большинство прогнозов не обещают хэппи-энда. Глобальное потепление, ледниковый период – эти словосочетания знакомы, пожалуй, каждому, и киноиндустрия активно фантазирует на тему того, как человечество переживет эти катастрофы. Стоит ли паниковать на самом деле? Профессор Сергей Кирпотин ведет активную научную деятельность в сфере экологии и, в том числе, занимается проблемами изменения климата. Он расскажет, насколько правдивы фильмы о природных катастрофах. Сегодня мы посмотрим, я постараюсь прокомментировать фильмы, посвященные природным катастрофам, связанным с глобальными климатическими изменениями. Будущее. Полярные льды растаяли и скрыли поверхность земли под водой. И здесь в виде компьютерной анимации показано таяние ледяных щитов Гренландии и Антарктиды, и понятно, что это сопровождается повышением уровня Мирового океана. Конечно, мы не можем ожидать полного таяния этих щитов, но, тем не менее, угрозы, связанные с этими процессами, они реально существуют. И уже сегодня уровень Мирового океана начинает постепенно подниматься. А если учесть, что 75 процентов населения нашей планеты проживает на побережьях и на достаточно низменных территориях, то эти территории, несомненно, уйдут под воду. Крупнейшие мегаполисы нашей планеты – Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Санкт-Петербург и многие другие. Но есть также территории, которые находятся в сфере особого риска. Это, в первую очередь, Нидерланды – одна из самых преуспевающих, кстати, наиболее густонаселенных стран Европы, и территория Бангладеш. Дело в том, что это самые низменные территории на нашей планете. И уже сегодня в тех же самых Нидерландах предпринимаются усилия, во-первых, обезопасить себя в этой ситуации. Ну и, во-вторых, если реально их страна будет затоплена, они хотят научиться жить в мире воды. Вот как показано в этом фильме. На каких-то плавучих конструкциях, может быть, будут возникать плавучие поселения на поверхности моря в прибрежной зоне. Неважно. Получается, что с точки зрения науки этот сюжет достаточно правдоподобен. Может быть, в каком-то смысле он излишне гипертрофирован, чтобы вызвать повышенный интерес к этой проблеме. Но в то же время мы не можем отрицать, что и такой сценарий, в принципе, возможен в развитии событий. Вот теперь мы перейдем к просмотру следующего фильма под названием «Послезавтра». Это более свежая картина и, кстати, великолепно сделанная с художественной точки зрения. И вот сейчас посмотрим первый сюжет. В нем показана реальная конференция, которая проходит под эгидой Организации Объединенных Наций. Поэтому те модели, которые здесь обсуждаются, они даже не были придуманы режиссером. Северное полушарие обязано своим умеренным климатом Гольфстриму. Океан осуществляет перенос тепла от экватора к северу. Но из-за глобального потепления в Арктике тают ледники, что влияет на течение. В конце концов, его просто не станет. Вот уж тогда прощай теплый климат. Например, известно, что страны Европы обогреваются теплым океаническим течением Гольфстрима. И в целом в Западной Европе очень благоприятный теплый климат, который сегодня как минимум на 10 градусов выше климатической нормы. Потому что огромная масса теплой воды, этот океанический конвейер приносит тепло в Европу. И эта печка теплая, влажная, можно сказать, хорошо обогревает Европу. Вот здесь в этом фильме обсуждается одна из моделей, чрезвычайно реалистичная с научной точки зрения. О том, что Гольфстрим может, если не остановиться, то измениться и отойти от Европы. А с чем это связано? Причина тоже более чем реалистична и правдоподобна. То есть считается, что это океаническое течение перемещается за счет разности солености мирового океана. И сегодня, поскольку тает огромное количество паковых льдов в Ледовитом океане, тают ледники, усиленно тают ледяные щиты Антарктида далеко, Гренландию очень близко, что огромные массы пресной воды начинают поступать в Северный Ледовитый океан. Он опресняется, он становится менее соленым. А это может привести к тому, что этот гигантский океанический конвейер просто перестанет работать. На самом деле в этом фильме показан и разыгран, и реализован только один из сценариев, один из возможных вариантов. Но, вы знаете, жизнь показывает, что природа намного богаче, изощреннее, чем любые наши самые смелые представления о ней. И, например, в 2012 году мы неожиданно столкнулись с ситуацией, когда зимой над Сибирью, над Западной Сибирью, встал антициклон. И потом, представьте себе, в летнее время тоже такой же антициклон встал над Сибирью, но только в летнее время. И на протяжении почти двух с половиной месяцев, в 2012 году, осадки с Атлантики не приходили. Вся Сибирь пересохла. Упал уровень воды в озерах, полотах. Наблюдался экстремально низкий уровень воды в реках, потому что ниоткуда было этой воде поступать. Все высохло. И вся Сибирь загорелась. В это время в Западной Сибири сгорело огромное количество лесов. Хорошо еще, что не начались крупные торфяные пожары. И вот таким образом, подводя итог этому сюжету, я хотел бы сказать, что, во-первых, да, здесь все показано правильно и реалистично. А во-вторых, иногда природа предлагает нам такие сюжеты и сценарии, о которых никакие ученые, никакие фантасты, какой бы смелый полет фантазии они не имели, даже не могут предположить. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, хотя это может быть и сделано тоже несколько преувеличено, уже сегодня подобные вещи в мире происходят и наблюдаются. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Это огромные скачки, перепады климатической системы из одной крайности в другую. Опять-таки, опираясь на предыдущий пример, который я озвучил, природа в своих проявлениях бывает намного разнообразнее, чем даже наши самые смелые фантазии. Поэтому все это вполне, я бы сказал, реалистично. И вот следующие два сюжета. Один – это наземные съемки, другой – вид из космоса. Они разыгрывают такой вариант или сценарий, когда в результате мощнейшего потепления вдруг начинается резкое похолодание. В принципе, такой сценарий вполне возможен, особенно если перестанет должным образом функционировать океаническая система и теплое течение Гольфстрима отойдет от берегов Европы. Другое дело, насколько реалистично выглядит ситуация с мгновенным охлаждением атмосферы. Благодаря возникновению вот этих вот гигантских воронок, в которые охлажденный до 100 градусов воздух из высоких слоев атмосферы закачивается и тут же попадает в низкие слои атмосферы. И мгновенно в эпицентре этих воронок все замораживает и вымораживает. Конечно, этот сценарий выглядит, на первый взгляд, не очень реалистичным. Хотя, на самом деле, даже и такое исключать полностью невозможно. Поэтому, завершая беседу об этих двух интересных с художественной точки зрения, а если говорить о втором фильме, то и с научной точки зрения в фильме, можно сказать, что они имеют большое значение культурное, воспитательное, потому что эти фильмы показывают, может быть, в несколько преувеличенной форме широким массам людей, что может случиться при глобальном потеплении климата, если человечество не станет уделять должного внимания этим вопросам. В очередной раз научная фантастика показывает реалистичную основу своих сюжетов. В новом выпуске программы «Детектор мифов» мы проверим, сколько вымысла в фильмах про космические угрозы.